И формула «я – это», предположим, «мать» – эти формулы, они по структуре одинаковые, но это макрокосм, а это нитрокосм. Вы многое в себе содержите, но вы выстраиваете концепцию личности, и эта концепция личности выстраивается через социум. Вот в чем суть дела. И обратите внимание, на самом деле, когда вы говорите «я – мать», «я – студент», «я – русский», то вы не договариваете фразу. Потому что «я – мать», и стало быть, я, прежде всего, все силы свои положу на то, чтобы моим детям было хорошо. «Я – должна», вот оно, это слово, перевод в сторону императива, да, «я – должна», «я – русский», и стало быть, «я – должен», «я – не могу терпеть этого падения нашего государства», «я – не могу», «я – должен бороться», «я – должен», да, «я – студент», «я – должен учить», «должен». То есть, тут императива, каждая такая идентификация – это не просто констатация сущего, это приказ самому себе. Да, ну, или, ну, почему только самому себе, если вы занимаетесь воспитанием, вы говорите, там, «ты же девушка, как ты можешь так быть такой нередко, да, ну, ты, девушка, ты, девушка, ты должна быть чистенькой, да, умываться по утрам». «Ты, мальчик, ты должен защитить девушку, что ты отнял у нее игрушек? Ты должен быть великодушным, а если, что же ты за мальчик?» Вот, и тут открывается, смотрите, как просто здесь обнаруживается вся эта сфера долженствования, которую нам предлагает вообще социал. Причем, вот самое, мне кажется, существенное здесь, самое существенное состоит в том, что это не только источник долженствования, это источник счастья. Самого настоящего. И я сейчас, заранее еще, как бы, не читая курса, я вам могу уже дать очень практическую рекомендацию, которая, правда, и так всем известна. Если ты хочешь быть честным, идентифицийся. Вот представим себе, суббота, молодая пара, простые люди, простые русские ребята, да, муж и жена, они после баньки, они выпили по рюмочке, что самое для философства нехорошо. Ну, вообще, если Индра совершал все подвиги, только опьянившись сомой, с этой точки зрения, вот, вино и философство, они не близки, на самом деле. Ну вот, и вот, эта молодая пара, и парень философствует, у него есть слушательница, любимая женщина, а он играет. Маша, как хорошо жить? И дальше он начинает аргументировать. Вот смотрите, он говорит, жить хорошо, знаешь, почему? Я молодой, я полон сил, да, хорошо быть молодым. О чем он говорит? Он идентифицировался с возрастом. Блажев, кто с молодого был, но, да, блажев, кто вовремя создал. Он говорит, Маша, ты же знаешь, кому это, как ни тебе знать, я мужик, ого, какой, да, я настоящий классный мужчина. Как хорошо быть мужчиной. Как классно быть мужчиной. Дальше он аргументирует, Маша, времена трудные, а мы живем неплохо. Почему? Потому что у меня золотые руки, мне хорошо платят, это нормально, это естественно, я профессионал, я классно делаю свое дело. Хорошо быть профессионалом, да? И, наконец, Маша, хорошо быть русским. Вот мы с тобой, да, какие замечательные русские обычаи, да? Вот мы попарились в банке, валялись в снежку, выпили водочки, запустили огурчиком, ну, а Пушкин? Как я люблю Пушкина. Вот послушай, ветерком регуляет, и корабль регуляет. Ну, я шучу, конечно, да, я иронически эту пару оцениваю. Простые люди, простые. Это люди-то простые, но счастье-то настоящее. Им хорошо. И, слава Богу, вот это оно, старая философская проблема совпадения бытия и блага. Вот здесь оно просто на лицо. И, ну, вообще, кто из нас может похвастаться полнотой бытия? Кое-как будет, я попытался здесь нарисовать. И вот идентификация, таким образом, это идентификация персональной реальности, социальной, это источник должностнований. Потому что ты не можешь, да, есть люди, ну, например, святые, да? Есть люди, при которых кое-чего делать нельзя. Потому что просто невозможно стыдить, да? То есть социум, он подтягивает. Вот в каком-то, на какой-то американской там вечеринке, вдруг выключился свет. Двадцать минут не было света. А потом свет зажигается. Дамы и господа, а сейчас мы посмотрим фильм, что мы делали в темноте. Снятый в инфракрасных кучках. И вот, оказывается, они сделали совсем не то, что... Вот этот свет социума, да, он нас подтягивает. Понимаете, он нас делает. Он нас делает. И с этой точки зрения я хотел бы подчеркнуть, что... И это будет пафос основного содержания моего, что... Социум, он есть некий посредник, некое связующее звено человеческой персональной реальности с трансцендентом. То есть, ну, говоря грубо, Бог действует на человека через Собство. И вы знаете, какую роль играет сообщество, верующие, да, церковь. Какую роль она организует, она формирует, она воспитывает, она приносит Богу человеку, да? Ну, вот. И не только Богу, но и вообще о всем мире образуется. Ну, вот. Но тут есть очень интересная особенность. Ну, да. Вот я обрисовал вам счастливую пару, счастливого человека. А вот если я в семнадцатый лет девица, да, ну, там, или еще не семнадцатый, а еще двенадцатый. А мне хочется уже смотреться на восемнадцатый. Но в двенадцать лет меня на дискотеку не пускаешь. И вот я толстыми слоями накладываю косметику, и надеваю высокие каплуки, и я хочу быть в другом гордости. А вот женщина, ей уже семьдесят, а она хочет смотреться на восемнадцать пять. И она тоже, значит, подтяжки там, золотые нити, косметика. И это такая борьба со своим возрастом. Да? Своим возрастом. И женщина тоже самое.